Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот мы читали из Евангелия от Матфея рассказ о двух исцелениях, точнее об исцелении женщины кровоточивой и о том, как Господь вернул жизни уже умершей 12-летней девочке. Этот рассказ нам приводят три евангелиста, не только Матфея, но также Марк и Лука. И вот из них Матфей самый-самый-самый лаконичный. И даже удивительно, что этот рассказ, который Марк нам передает с очень многими подробностями, и Лука, в общем-то, в среднем, то есть среднее количество подробностей, а Матфей передает совсем кратко. Он упускает очень много деталей, которые, казалось бы, важны, но упускает с тем, чтобы мы оказались наедине с Христом, и чтобы мы были перед этим главным вопросом и главной борьбой между жизнью, воскресением, который есть и сам Христос, и смертью. Вот, например, это известное исцеление, точнее воскрешение девочки 12-летней. Другие евангелисты приводят имя отца этой девочки, это Яир. Также говорят, что он начальник синагоги. Но вот Матфей нам этого не говорит. Дальше, когда идет исцеление кровоточивой женщины, другие евангелисти приводят целый диалог между Иисусом и апостолами. Иисус, который спрашивает, кто прикасался ко мне, который говорит, что он почувствует, что сила выходит из него, и так далее. И женщина, которая признается, и ничего этого у Матфея нет. А когда уже Господь воскрешает вот эту девочку, там тоже Марк и Лука говорят нам о том, что Господь взял с собой Петра, Иоанна, Якова, как он вошел в эту комнату вместе с родителями. И здесь тоже Матфей нам об этом не говорит. Почему это так? Потому что здесь выделяется Христос и вот эти две женщины. Вот Христос есть в воскресении жизни. И вот эти две женщины, видимо, женщина уже более чем взрослая, кровоточивая, и вот эта девочка двенадцатилетняя, они эту жизнь теряют. Притом по-разному. Вот эта девочка, это жизнь, которая оборвалась раньше времени. И как часто это бывает. В нашей конкретной с вами жизни, вот среди наших знакомых, родственников и так далее, что кто-то уходит очень рано. И мы перед этим страшным вопросом, как же это возможно? Вот то же самое было с этой девочкой. И не случайно, вот как раз Матфей опять-таки на мне говорит, что ей двенадцать лет. Это мы знаем по другим евангелистам. Но двенадцать лет означает, что она только-только стала способной передать жизнь. Но вот эту жизнь она теряет. Она уже умерла, несмотря на то, что в не очень хорошем переводе синодальном говорится о том, что она сейчас умирает. Она теперь умирает, говорит синодальный перевод. А на самом деле греческий текст говорит, она только что умерла. Она уже умерла. Именно только по евангелисту Матфею. И тогда вот Яир, это ее отец, у него удивительная вера. Он знает, что она уже умерла. Но тем не менее он просит, приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. Вот это то, к чему нас призывает Господь. И не только когда речь идет о физической смерти. Ведь здесь еще и рассказ о нашей душе, которая может быть именно как эта девочка, когда умирает наша духовная жизнь, когда мы не находим признаки жизни в ней. И тем не менее, Господь именно к этому нас призывает, обратиться к Господу, сказать, приходи, возложи руку твою, и я смогу опять вот получить жизнь, как вот и эта девочка. А что касается вот этой женщины кровоточивой, это еще более интересный образ, потому что она теряет кровь. Значит, она теряет постепенно жизнь. Она как живая смерть. Она тоже здесь сказано, что 12 лет болеет. То есть, очень давно. И вот и каждый день она немножко умирает. Она приближается к смерти. Так бывает и с каждым из нас. Но эта женщина гораздо быстрее. Да и кроме того, то, что она кровоточивая, делает ее нечистой. Она исключается из сообщества, и прежде всего из церкви, потому что считалось, что это осквернение. И вообще такая женщина не должна была прикоснуться ко Христу, потому что вообще никого не должна была трогать. И запрет этот церковный, это не просто традиция, это церковный запрет в Ветхом Завете. И вот как раз то, что она нарушает этот запрет, потому что ее вера во Христа сильнее, чем то, чему ее учили в церкви, вот это оказывается спасительно для нее. Вот об этом мы тоже должны задумываться. Как часто традиции, в том числе и благочестивые, оказываются сильнее нашей веры. А вот эта женщина получила исцеление, потому что она была уверена, если могу прикоснуться хотя к краю одежды его, выздоровью. Вот та же самая вера, что и у отца девочки. Надо сказать, что это край одежды, мы знаем, и это точно так. Край одежды у благочестивого иудея того времени, это так называемый цицит, то есть такая, как бахрома, которая означала Слово Божие. Вот такие нитьки, шерстяные из белого, голубого цвета, которые торчат по четырем углам одежды благочестивых мужчин, она означала Слово Божие. То есть эта женщина хочет дотрагиваться до Слова Божия. И сам Господь есть живое Слово. Может быть, и это очень важно для нас. Казалось бы, в этом бедном тексте, где так мало, по сравнению с другими евангелистами, подробностей, вот эта деталь чрезвычайно важна. Вот для того, чтобы мы получили жизни, мы должны трогать Слово Жизни, Слово Божие. То есть должны общаться, должны читать Слово Божие и жить им. Это очень и очень важно. И потом вот это Сам Господь приходит в дом Яира и воскрешает эту девочку. Здесь, например, в английском Марк приводит даже слово арамейское, которое сказал Господь Талитакуми. А вот Матфей ничего этого не передает, но зато говорит о том, что Он взял ее руку, и эта девочка восстает к новой жизни. Давайте будем пускать Бога в нашу жизнь. Он приходит нам навстречу именно тогда, когда мы чувствуем себя мертвыми духовно. И достаточно вот такой веры, вот как у отца девочки, как у женщины кровоточивой. Вот знать, что если Он придет к нам, то мы точно спасемся. Он вернет нам ту жизнь, которую мы знаем, потому что, может быть, в начале нашей духовной жизни мы ее испытывали, потом куда-то исчезла. Давайте будем Его призвать к нам домой. Давайте будем прикасаться к Его одежде, к Слову Божию, потому что это может нам вернуть жизнь. Аминь. Рецепт, я следующая отсека помощи не дашь, Рецепт.